Всем здравствуйте! Всем доброго времени суток! Меня зовут Екатерина, я являюсь врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине, а также инструктором по методике Пилатес. И сегодня тема нашего эфира – Пилатес и заболевания суставов. То есть, как можно связать методику Пилатес и с помощью нее помогать нашим с вами клиентам в рамках наших фитнес-клубов у тем, у кого есть заболевания суставов. Итак, поехали! Все заболевания суставов, большинство из них я объединила под один термин «артроз». Артроз – что это такое? Какое-то заболевание, потому что у нас есть в категории артрозы, артриты, остеоартрозы и прочие термины. Давайте в них немножко сейчас разберемся. Итак, артроз – это заболевание, характеризующееся постепенной деформацией, постепенным разрушением сустава вследствие дистрофических изменений в тканях. То есть, сустав у нас по истечению жизни начинает деформироваться, разрушаться и впоследствии уже взрослые люди терпят негативные последствия. Какие будут быть боли, скованность? Об этом мы чуть попозже поговорим. Риск заболевания остеоартроза появляется уже после 10 лет. Но так как у нас сегодня большое количество неопытных пользователей фитнеса, поэтому у нас риск возникновения артрозов на сегодняшний день помолодел. То есть, сегодня у нас артроз встречается даже у некоторых наших граждан, у которых довольно молодой возраст. Это 20-22-летние спортсмены, футболисты, хоккеисты и прочие. Почему он возникает и что вообще, как заболевание протекает, давайте также немножко разберемся. Итак, артроз – это хронический длительный процесс, задрагивающий не только суставы. То есть, конечно же, вся деформация у нас начинается с воспаления хрящевой и костной ткани, потом она затрагивает капсулу сустава и потом уже околозоставную сумку, связки и даже мышцы. Вот, допустим, на картинке, где мой курсор? Курсор я включаю. Вот на картинке перед вами артроз какой-то сустав. Это у нас коленный сустав. Вот здоровый коленный сустав. Посмотрите, полностью вся капсула, она изъедена изменениями, которым подверглась колено из-за остеоартроза. Почему так происходит? Смотрите, в микроструктуре хряща, то есть именно в его строении, в хряще, в капсуле, происходят какие-то изменения, приводящие к его изнашиванию. Почему так происходит? Из-за чего вообще может быть артроз? Это могут быть постоянные, монотонные, стереотипные, повторяющиеся движения. То есть поэтому наши спортсмены, которых слишком интенсивные нагрузки, они прежде всего подвергаются остеоартрозу. То есть их сустав постоянно потерпевает одни и те же слишком интенсивные нагрузки, естественно, он деформируется. Более того, это спортсмены-тяжелоатлеты, которые вынуждены постоянно поднимать очень тяжелый вес. С другой стороны, это могут быть люди, у которых наследственная предрасположенность, и люди, у которых постоянная хроническая травма одного или того же сустава. И опять это наши спортсмены, то есть, допустим, футболисты, у которых постоянно либо вывих коленного сустава, либо у них там разрыв, либо растяжение крестообразных связок, подвигали на стопы и прочее, это также хоккеисты. То есть наши спортсмены, люди, которые постоянно монотонно испытывают эту же нагрузку, и люди, которые постоянно получают травматизацию. Сустав теряет эластичность, становится более плотным, снижается основная способность его, это способность к амортизации, нарастает скорость повреждения тканей и микротравм при движениях. Видите? То есть вот такая картина образуется, если у человека уже прогрессирующий остеоартроз. Истощение хрящевой прослойки провоцирует активный рост костных структур. Смотрите, видите, вот целая костная структура, да, а вот на ней такие как бы выросты костные, костные выросты, которые мешают человеку нормально двигать этим суставам, его привычном диапазоне движения, и который провоцирует боль. Эти выступы, из-за этих выступов, или шифов, шифов по-другому называются они остеофитами, и развивается артроз, остеоартроз, то есть выросты на костях. Движения становятся болезненными, ограниченными по амплитуде, спазмируются мышцы, потому что у человека возникает компенсаторное движение, то есть он будет, попросту говоря, щадить ту или иную конечность, которая пострадала от остеоартроза. То есть помимо того, что он будет беречь саму ту конечность, тот сустав, он еще будет компенсировать. Но если, допустим, мы говорим про коленные суставы, справа у него остеоартроз, он будет беречь правый колено сустав, будет мало двигать этой ногой, нога будет тугоподвижная, нога будет гиподинамичная, а левой ногой она у него будет толчковая, она у него будет по компенсации слишком, так скажем, испытывать слишком большую нагрузку. Более того, по артрозу, да, пару фраз про стадии артроза. Как он вообще начинается, как он протекает? Первая стадия – изменить состав суставной жидкости, то есть изменяется ее состав, суставы, ткани становятся более чувствительными, на них повышается дополнительная нагрузка и возникает воспаление, артрит, и провоцируется это все болями. Именно эту стадию важно поймать. То есть если у человека, допустим, возникают боли, нужно обязательно обследоваться, узнать по какому поводу у него боли, что это такое – травма, подвывик, перелом, трещина или это уже артрит, то есть начальная стадия – артроза. Вторая стадия – это разрушение в самой хрящевой ткани. И третья стадия – это уже остеофит, это уже костные выросты. То есть в начальном этапе, когда только начинается развитие хронического процесса, когда только-только изменяется состав суставной жидкости, те, когда возникают первые боли, в ощущении, важно поймать эту стадию и не допустить развития второй и третьей стадии. Это очень важно. Какие наиболее чаще встречаются? У нас виды артроза. То есть здесь они в этой классификации сверху вниз, от наиболее частых до наиболее редко встречающихся. Гонартроз – это артроз коленных суставов, самый частый. Артроз голеностопного сустава – тоже он встречается довольно часто. Артроз стопы. Далее, артроз плечевого сустава – коксартроз. Коксартроз – это поражение тазобедренных суставов. Ну и реже встречаются у нас вертебральные. Артроз суставов в кисти, височный нижничество сустава и локтевого сустава. То есть самые частые у нас это колени, галиностопы, стопы, плечи и, естественно, тазобедренные суставы. Вот, сейчас мы с вами разберем артроз и свяжем, как можно через некоторые упражнения, давая оптимальную нагрузку, помочь человеку, у которого уже развился артроз. Признаки артроза, они бывают ранние, когда мы можем только-только поймать это заболевание, и более поздние, уже когда необходимо нам будет лечение, в том числе и медикаментозное лечение. Итак, ранее, стартовые боли. Боли у нас бывают стартовые, бывают уже более поздние. Стартовые – это самые первые боли, самые первые признаки являются у нас, так скажем, диагностическими, когда мы можем только поймать это заболевание. При первых движениях, после длительного бездействия. То есть, к примеру, спортсмен, футболист получил свою сакральную травму, и долгое время он берег сустав, он им не пользовался. То есть, он не вел активный образ жизни, как раньше, да, он не бегал, не тренировался, ищил сустав. И после этой вот длительной гиподинамии он внезапно решил вспомнить свои вот тренировочные циклы и решил вернуться к тренировкам. И тут у него начинаются первые стартовые боли. Далее, боль возникает при длительной сфере загрузки. Это может быть не только тренировки, это может быть обычное стояние, ходьба, бег, то есть, даже наши обычные привычные нагрузки. При погодных условиях, то есть, низкая температура, влажность, перелеты. Далее, ночные боли, то есть, и вследствие венозного застоя, и блокады. Резкая сильная боль, ущемление кусочков полосустава. И поздние признаки, когда уже там точно есть артроз, это нарастание утренней скованности, усиление боли и дискомфорта при длительном движении, снижение подвижности, то есть, снижение амплитуды. Грубо говоря, раньше плечом могла делать вот так, а при артрозе раз и не могу. И дело не потому, что мне больно, а потому, что там возникает уже контрактура, то есть, уже очень больно, очень неудобно, дискомфортно, как будто бы спицы в колеса вставили, и сустав сам по себе, он не проворачивается. А почему? Смотрим ниже. Деформация сустава за счет костных разрастаний и деформация костей и окружающих тканей. То есть, суставы начинают деформироваться, они дают неполноценную движение и сопровождаются болями. И теперь в конце, как мы можем помочь людям, у которых возникает это состояние. Мы не будем сейчас разбирать полностью, что нужно делать при каждой стадии этого заболевания, то есть, там, медикаментозные, не медикаментозные, там, какие препараты, нет. Мы, как с точки зрения, подойти к этому заболеванию через наши тренировки. Не медикаментозное лечение включает в себя вытяжение. А что такое вытяжение? Это обычная банальная растяжка. Но мы говорим не о грубом, таком вот гимнастическом стрейчинге, а о легком растяжении суставов. Далее массаж. Как может быть, как не официальный релиз, так может быть, самым массаж, так и обычный массаж. И лечебная физкультура. В чем польза ЛФК, да, и только ли ЛФК эффективна? Сначала прочитаем, для чего нам необходима ЛФК, а потом дальше наставляющие разберем. Давайте по терминам ЛФК будем понимать термин движения, да. Почему? Уменьшает болезненность. Да, то есть маленькие-маленькие движения, они нам нужны. Повышает двигательные способности сустава. Расслабляет мышцы, устраняет спазмы. Тонизирует ослабленные мышцы и провоцирует питание, то есть восстанавливает трофические процессы в клетках. Ускоряет кровоснабжение сустава, останавливает деформацию и помогает восстановить хрящевые ткани. Все это, все это сопровождается такими маленькими, небольшими, малоамплитудными движениями. По принципу двигайся, иначе уже не можешь двигаться. И потом постепенно эти движения у нас перерастают в более сложные движения. Я всегда сравниваю методику для какого-либо заболевания с таблеткой. То есть если мы, допустим, нашему гипертонику дадим большую таблетку от давления, оно у него завалится. Если мы дадим маленькую четвертиночку, то мы ему стабилизируем также и здесь. То есть если у нас спортсмен, да и не спортсмен, а человек, у которого постоянные, монотонные, одинаковые, повторяющиеся движения, мы не блокируем полностью ему физнагрузку, мы на ней крест не ставим. Мы даем небольшие, малоамплитудные движения, но даем. Желательно, чтобы они были у него ежедневные, постоянные и были на усиление. То есть чтобы он не останавливался на одном уровне, чтобы он прогрессировал. А теперь постепенно уже переходим к нашей теме. То есть вводные дали, теперь постепенно переходим к нашей теме. ЛФК, лечебная физкультура, она сама по себе к нам пришла издревле. То есть это довольно древняя методика. И Джозеф Пилатес, тот самый основатель Пилатеса в мире, взял из реабилитации большое количество методик, упражнений, движений и стереотипов. То есть Пилатеса, о котором мы сегодня говорим, он отчасти к нам пришел именно из ЛФК. То есть можно поставить знак равенства между ЛФК и Пилатесом. Но ЛФК более на лечебную, а Пилатес больше для нас, для обычных обывателей фитнеса. Теперь сразу же грань, да, везде должны быть грани тонкие. Смотрите, ни в коем случае нельзя заниматься людям с обострением. Но если у человека есть обострение, то есть артрит, или допустим артроз в ранней стадии, то есть только в стадии обострения, они к нам на тренировку не придут. Об этом можно даже не беспокоиться. Они будут наблюдаться у ревматолога, у травматолога и получать лечение медикаментозное. К нам на занятия они приходят постфактум. Если у него артроз есть, но ничего не болит, ничего не беспокоит. Есть скованность, есть дискомфорт, есть там какие-то двигательные нарушения, и они к нам придут с целью восстановить диапазон движений. И Пилатес – это как раз то самое волшебное средство, с помощью которого мы можем помочь человеку восстановить и движения, и амплитуду, и уменьшить болевой стереотип, и даже через эти вот маленькие-маленькие-маленькие движения улучшить трофические процессы в самом суставе. То есть в самом суставе у нас нет крови, у нас там есть только смазочная жидкость. И если этой смазки при артрозе мало, у нас будут кости друг от друга тереться. Так вот, эти вот маленькие-маленькие-маленькие движения помогают нам выработать новую синавиальную жидкость для того, чтобы наши суставные капсулы лучше, так сказать, улучшить конгруентность между ними. Итак, в чем особенность системы Пилатес? Теперь плюсы Пилатеса. Они разработаны на восстановление естественных изгибов позвоночника, перебалансировке мышц вокруг суставов. И главная методика – это свои нормальные двигательные стереотипы, избавиться от плохих вредных привычек движения, перенапрягать те или другие мышцы, но и нервно-мышечное равновесие. Упражнения разработаны с акцентом на развитие мышечной силы, на укрепление у них идет пресс спина, на улучшение гибкости, подвижности в суставах. То есть Пилатес нам, внимание, да, помогает перебалансировке мышц вокруг суставов. То есть за счет вот этих вот маленьких-маленьких пошаговых движений, которые в конце всливаются в одно большое крупное движение, они тем самым помогают нам восстановить диапазон движений и амплитуду. Плюс есть, да, то есть Пилатес помогает в этом. Далее, улучшает гибкость и подвижность в суставах. Помните, да, что для восстановления при артрозе нам нужна небольшая растяжка, да, то есть нам немножко связки наши пострадавшие чуть-чуть потянуть можно. Как раз Пилатес нам в этом легко способствует. Кто, если знаком с методикой, хотя бы косвенно, зная, что там большое количество идет упражнений на растяжку, большое количество, восстанавливаем не только суставы, но и мышцы, то есть позднированные мышцы растягиваются до их нормального положения. Очень много малоамплитудных движений, то есть Пилатес можно использовать в качестве ежедневной суставной гимнастики. В чем еще плюсы Пилатеса в том, что он не требует никакого оборудования. Если оборудование какое-то имеется, это плюс, то есть это необязательно. Можно заниматься, у нас есть отдельно Пилатес с аркой, Пилатес с фитболом, с боссу, с кольцом на реформерах, то есть о нем можно много говорить. Но сама по себе эта гимнастика не требует оборудования. Нужен только коврик и голова, все, больше ничего. То есть с помощью Пилатеса мы легко можем помыть. В чем еще плюс в том, что Пилатес, его упражнения не вызывают, к примеру, повышение давления, феномен вальсальвы, перенапряжение тех или иных регионов. То есть он подходит и нашей возрастной категории. А вспоминаем самый первый слайд, риск возникает тем, кому уже за. Так вот этой категории, в том числе заниматься Пилатесом, тоже нужно, тоже можно и безопасно. Отличие Пилатеса от других тренировок, да, то есть почему именно Пилатес показан при поражении славы, допустим, при артрозе. Почему, допустим, не механотерапия, не там, допустим, тренировки с отягощением. Почему? Разумное управление телом на основе стабилизации позвоночника. Какие у нас три самых основных сустава? Это суставы нижней конечности, это колены, голеностоп, тазобедрены и плюснефаланговые суставы. То есть те, на которых держится баланс всего тела, образно говоря, да, они ниже всех, и на них все держится. Пилатес учит чему? Учит стабилизации позвоночника тела в пространстве и избавляет от привычки бездумно напрягать мышцы. То есть вспоминаем, да, как у нас многие ребята, девчата стоят ногу там на ногу, хоп, встали, там еще и как-нибудь ножки крестиком поставили. Что из этого возникает? Дисбаланс мышц, диспропорция мышц разных одинаковых конечностей, нарушение осанки и нагрузка идет на что? На тазобедренные, потому что они таз, как правило, в сторону оставят сустав, опорные ноги. Пилатес учит именно симметричному контролю движений, так чтобы оба одинаковых сустава получали одинаковую нагрузку. Далее, комплексное и изоляционное воздействие на все группы мышц. То есть мы можем воздействовать как на все тело, так и на отдельно взятые мышцы. Вот в чем отличие основной ЛФК от пилатеса? Тем, что на ЛФК приходят, к примеру, люди с проблемой. У меня, допустим, есть определенная проблема. Я как врач назначаю ему там несколько процедур только на один сустав. К нам в фитнес-клуб клиент с такой проблемой не придет. Он придет к нам с проблемой, скажет, я, к примеру, хочу похудеть, либо, допустим, хочу там набрать мышечную массу, либо, допустим, просто хочу отточить свои линии тела, увеличить тонус мышц. Он не придет к нам за лечением. Он придет к нам за полноценной тренировкой. Но через пилатес можно не только потренировать человека, но и помочь ему. И мы ему говорим, хорошо, а давайте мы вас потренируем и параллельно поможем вам и вашим больным суставам. Ой, это просто бинго. И в пилатесе мы можем как комплексно влиять на все тело, так и на отдельно взятые суставы. После тренировки часто говорят, ой, у меня болит все тело. То есть здорово, тренировка прошла полноценно. Далее, работа с мышцами-стабилизаторами. То есть, опять же, возвращаясь к нашему первому пункту, воздействие и стабилизация позвоночника. Далее, растягивание. Об этом уже было сказано, что пилатес учит небольшому растяжению. Вот вам такой простой пример. Я его уже говорила, что мы когда сидим, у нас мышцы грудные укорачиваются и становятся, так скажем, спазмированные и болезненные. Пилатес учит растягиванию до нормального состояния мышцы и связки тоже. А при артрозе небольшое растяжение на суставную капсулу нам необходимо. Увеличиваем непосноводвижение, увеличиваем трофика, увеличиваем приток синавиальной жидкости, кровоснабжение самой капсулы. Вот. Качество важнее количества. То есть в пилатесе мы идем не на веса, не на 3 по 15, а мы идем именно на качество. То есть хороший подход для наших клиентов, опять же, проблемных. То есть не просто, к примеру, у меня рука болит, я не буду ее нагружать, как-нибудь там изочарюсь и буду поднимать мышцы, качать под другим углом. Нет. Там именно постепенное, постепенное, постепенное разучивание. А это вам уже такое утверждение идет от основной темы. Грубо говоря, есть такое прекрасное упражнение, называется тищая или головоломка. Очень красивое, женственное, направленное на стабилизацию, на мышцы кора, на мышцы мышечного пресса, просто на все тело. И пока мы не разучим несколько маленьких отдых упражнений, мы к ним просто не подойдем. А в чем это плюс? В том, что пока мы не улучшим амплитуду движения в суставах, мы дальше не продвинемся. А улучшить амплитуду как раз нам помогают наши банальные упражнения из пилатеса, что очень хорошо и при артрозе. Далее, занятия по системе пилатеса. Они ориентировали на оздоровление позвоночника прежде всего. Также они учат разумно управлять своим телом, укрепляют мышцы, создают мышечный корсет, равновесие и осанку, помогают справиться с болями в спине и развивают дыхательную систему. То есть многокомплексный подход, но основной акцент мы уделяем на слабые места нашего клиента. Вот, то есть много плюсов, и можно и пожилым, и нашим проблемным клиентам, то есть абсолютно всем. И вот вам такой хотела бы я слайд напоследок уже поставить философия пилатеса. Джозеф Пилатес сам по себе, да, это именно рицательное, то есть это не просто изъято с потолка термин, был такой человек Джозеф Пилатес, который открыл, создал и упразднил методику под названием пилатеса. Вот, почему так и с чего все началось? Это был очень болезненный ребенок, у которого было большое количество врожденных заболеваний, в том числе были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Он наблюдал за тем, как соревновать спортсмены, за тем, как проводят занятия по реабилитации. И ему пришла мысль соединить одно с другим, и как через реабилитацию, через какие-то обычные мелкие упражнения, можно восстанавливать движения у обычных людей и у спортсменов. И, так скажем, ввел какие-то свои упражнения, кое-что он взял из ЛФК, кое-что из стретчинга, кое-что из йоги, то есть йога там тоже присутствует, и упразднил полностью эту методику, то есть она лично его, но основывается она на стретчинге, йоге и на ЛФК, то есть базисы такие в ней. То есть это реабилитационного рода тренировка, показанная абсолютно всем, то есть она абсолютно без противопоказаний. И что в ней хорошего, да, это не тяжелые веса, мышечной гипертрофии не будет, но тонус мышц улучшится, контрактуры и тугоподвижность останутся в прошлом, то есть мы можем вернуть полноценную свободу движения нашим суставам, в том числе и деформированным, только при учете регулярных тренировок, и в конечном итоге прийти к нормальной жизни, потому что артроз и другие заболевания суставов, они очень сильно деформируют жизнь. Мы вынуждены, допустим, ограничивать себя в движении, мы вынуждены, допустим, не делать какие-то обычные движения, которые мы делать привыкли. Допустим, наши пожилые уже родственники, они не могут там поднимать даже маленьких внуков, хотя хочется, не могут там наши бабулечки, которые всю жизнь там что-то вязали, стереотипно повторяющиеся движения. Вспоминаем, артроз лучший ребят на суставах редко добывает, то есть вот оно, постоянное движение. Они бы хотели бы, да не могут уже там восстановить свое движение и там что-нибудь связать внуку. Если мы говорим про спортсмена, то он уже не может вернуться к спорту. А вот пилатес, он как раз помогает нам через эти вот маленькие движения вернуться в привычный ритм жизни. То есть, вся методика очень хорошая. Вот, ребята, если у кого-то какие-то вопросы есть, вы можете писать в нашем аккаунте под постом, в котором будет выложено это видео. Любые вопросы, все, что вы хотите дополнительно узнать, какие-то советы пишите. Мы обязательно вам ответим. Мы находимся на связи. И, ребят, я вас всех приглашаю на полноценный курс по методике пилатеса. Пилатес мат 1.2. Что будет в курсе? В курсе мы будем рассматривать историю возникновения пилатеса, основные принципы, основные упражнения пилатеса. То есть, от и до все. С видеоматериалом, с разбором ошибок, с разбором техник, с акцентами на основные цели каждого упражнения. И, наверное, мои курсы по пилатесу, они давным-давно уже не просто так, курс по пилатесу. Они какие-то, наверное, больше реабилитационные, поскольку я всегда даю вводные о том, какое упражнение кому показано, кому противопоказано, кому можно, кому нужно. То есть, я помогаю разбираться через упражнения с вашим здоровьем. Так что вопросы у кого-то, если какие возникают, пожалуйста, мне говорите об этом, пишите. И всех приглашаю на курс. Будем разбираться, изучать упражнения. Помогу вам с восстановлением здоровья, в том числе и при работе со сложными клиентами с болезнью вставов. Продолжение следует...